Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование священного писания книги «Бытие» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И с вами сегодня снова я, Солодков Андрей Иванович, декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета. Мы с вами рассмотрели пять глав включительно, видели о том, что Енох уходил Богу и был взят на небо, как об этом пишет, например, Киприан Карфагенский, специально сделал для нас с вами такую выписку, удивительные его слова, цитата. Итак, мы узнаем, что и Енох, угодный Богу, был взят им, как о том свидетельствует книга «Бытия» и говорит Божественное Писание, и угодил Енох Богу, и не стало его, потому что Бог взял его. Это означало быть угодным в глазах Бога, служить, быть взятым от скверны мира. Он был взят, чтобы нечестие не переменило его разума. Действительно, как было сказано, что Бог призывает людей в самом лучшем состоянии, кому-то продляет дни жизни, кого-то забирает в возрасте, казалось бы, если переводить, сколько Еноса было лет, тогда люди жили очень долго, 365 лет, например, жил Енох. Кто на сегодняшний день, так почитывает, это примерно было 28 лет, то есть возраст, в общем-то, был еще достаточно молодой. Но мы знаем о том, что всякий православный христианин не надеется лишь на эту жизнь и не цепляется за нее. Если Богу будет угодно, нужно всегда быть готовым, чтобы предстать перед Ним. Для этого, как было сказано, 365 дней в году ходить перед Богом, подобно Еноху. И мы с вами начинаем чтение 6 главы. Как сказано, когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, мы видели с вами, что 5 глава рассказывает о том, что много уже и дочерей, и сынов. Например, 4 стих. «Родил он сынов и дочерей», сказано. «Дни Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей». То есть не все перечисляются имена, которые уже родились, тех людей, которые уже родились на земле, перечисляются только пардословные, главные имена, от которых пошла ветвь или с которым была связана та или иная история человечества. Итак, когда люди начали умножаться на земле, как мы читаем с вами в 6 главе, и родились у них дочери, «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаем человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет». Кто такие были, когда сказано, сыны Божии и дочери человеческие? Дочери человеческие — это были потомки Каина. Они были красивы, внешние, они увлекались этой внешней красотой, одеждами различными, для того, чтобы привлечь к себе, как здесь сказано, сынов Божих. Кто такие были сыны Божии? Сыны Божии — это были потомки Сифа, о котором мы с вами читали в 4 главе 26 стихе. У Сифа также родился сын и нарек ему имя Енос, тогда начали призывать имя Господа, то есть это были люди верующие. Каиниты все дальше и дальше уходили от Бога, но им удалось привлечь сынов Божих, то есть верующих людей, и начались так называемые смешанные браки. Человек православный может выходить за любого или жениться на человеке любой национальности, но главное, чтобы он был православным, главное, чтобы он был верующим, христианином. Если же не так, то здесь 3 стих предупреждает, и мы увидим с вами, что причиной потопа будет именно это, состояние рода человеческого, то есть таких смешанных браков. В 3 стихе так и сказано, и сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемы человеками, потому что они плоть. То есть сыны человеческие прельстились этой внешней красотой, и произошли эти браки, и как Господь говорит, что это было состоянием человеческого духа, когда люди стали пренебрегать духом Божьим, то есть правилами Божьими, заповедями Божьими. И мы с вами читаем, в то время были на земле, 4 стих, исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. И далее, 5 стих. И стали они рождать им, это сильные, издревле славные люди, и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. Казалось бы, что же здесь плохого? Начали рождаться сильные люди, как сказано о них, издревле древние и славные. Почему от этих смешанных браков рождаются эти люди, исполины, и, казалось бы, здесь Священное Писание говорит, что это сильные люди и славные. Но в чем была их слава, и в чем они искали силу? Они не искали сил во всемогущем и всеведущем, и всезнающем Боге. Они не искали славы Божьей, они искали славы человеческой. Они были тщеславны. Об этом Василий Великий так и пишет в одном из своих высказываний о смирении. Вот какие есть слова святителя Василия Великого. Цитата. «Человека делает дерзким сила рук, скорость ног, благообразие тела. Хотя все это истребляет болезнь, истощает время. И не разумеет он, что всякая плоть трава и вся красота ее, как цвет полевой. Таковы были кичливость исполинов силою и богопротивным мнением о себе безумного Голиафа». Конец цитаты. То есть святитель Василий Великий здесь сравнивает это безумие с тем Голиафом, который надеялся на свою силу и которого поразил, как мы знаем из библейской истории, Давид, будущий царь Израиля, прощой. Камнем, выпущенным из прощи. Я думаю, святитель Василий Великий обращает здесь внимание, что человека делает дерзким сила рук, скорость ног, благообразие тела. В общем-то, то, о чем сегодня заботится род человеческий, чтобы выглядеть хорошо, чтобы было потрясание таких вот своих телес, скажем, потных мышц, для них было намного дороже, нежели призвать имя Бога и искать славы в Боге. Некоторые спросят, неужели Бог не хочет прославить человека? Хочет. В книге Царств, например, сказано так. «Прославляющих меня прославлю и я». То есть, если люди своей целью ставят прославить Бога, то и Бог их прославит. А если они ставят свою целью прославить себя по своему усмотрению, по своему ведению, это приводит к этому греху, о котором говорит святитель Василий Великий, греху самомнения, греху самовозвышения. А Господь Иисус Христос так и говорит. Кто себя возвышает, да унижен будет, а унижающий себя да возвысится. Мы видим, что современный мир, он просто увлечен этой внешной красотой, которой, в общем-то, при стиле клеенитки Сынов Божих. Внешний мир сегодня, я не знаю, если пройдешь или проедешь по улице на буквально с километр, можно и слева, и справа несколько, не один, а несколько встретить так называемых фитнес-клубов. Некоторые опять скажут, ну что же плохого в том, что человек хочет быть здоровым, чтобы работала нормальная его физиология, его организм. Нет ничего плохого действительно в этом, в каких-то физических упражнениях. Но беда вся состоит в том, что исполины, они только на этом были и зациклены. Они только хотели, чтобы их внешняя красота была бы такой удивительной, чтобы затмевало все, что есть окружающее. И вид их, они были увлечены именно своим внешним видом, нежели тем внутренним состоянием, которое было необходимо им исправить. Видим, что причиной всего это было именно то, что люди стали пренебрегать Духом Божиим. И мы читаем с вами далее, как уже было сказано несколько строк из пятого стиха. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем». Здесь есть вот эти слова, которые необходимо нам с вами рассмотреть, что «раскаялся Господь». Мы знаем, что покаяние — это перемена ума. Конечно же, для Бога не нужно было перемены ума более того, что Господь не изменяется, как и сказано у малых пророков, к ней пророк Михея, «Я бы Господь, и я не изменяюсь». Зачем же здесь эти слова содержатся, что «раскаялся Господь»? Это так называемые, которые встречаются в множестве в своем Священном Писании, антропоморфизмы. То есть это слово дается нам для того, чтобы мы понимали, каково состояние было рода человеческого, чтобы это понятие было нами воспринято. Итак, сказал Господь, «Истреблюсь с лица земли человека, в которых я сотворил от человека до скотов и гадов и птиц небесных, истреблю их, я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать перед очами Господа. Вот же те Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил перед Богом». Видим здесь эти слова, что Господь говорит, что «уничтожу все с лица земли», но снова встречаем эти слова, что Ной ходил перед Богом. Уже в пятой главе мы видели, где сказано было о Енохе, что он ходил перед Богом. Здесь также звучит вот этот интересный слово «оборот», с которым мы будем с вами сталкиваться еще в Священном Писании, что Ной был праведен вроде своем. Нечто подобное сказано о Лоте, когда он был в Содоме и Гаморе, то есть, что это значит «праведный» вроде своем? Это означает, что «живи Ноя», например, в какое-либо другое время, может, он не был бы настолько праведным, но живя среди этого развращенного мира, он был самым праведным. И к нему здесь применимо слово, что он был действительно свят. Потому как «святой» не означает человек совершенно безгрешный, не бывает совершенно безгрешных людей. Совершенно безгрешен только Господь Иисус Христос. Нам лишь дается такая вот эта планка для того, чтобы мы тянулись к этому по своему подобию, как к замыслу Божию, как человека сотворил Господь по образу и подобию. Как сказано, «будьте совершенны, как Отец ваш небесный». Это, в общем-то, дело всей жизни, и не только дело всей жизни, но и вечности. Как говорится и у апостола Павла, «в вас должен быть ум Христос, в вас должны быть те же чувства, не как в Иисусе Христе». И апостол Павел дает нам повеление, что в этом во всем мы должны уже упражняться в этой земной жизни, чтобы различать, что есть добро и что есть зло. Он так и пишет. «Совершайте спасение свое со страхом». И далее апостол Павел говорит такие удивительные слова. «Чувства ваши, говорит, должны быть навыком научены для развлечения добра и зла». То есть любое дело, оно должно сопрягаться с практикой, как и дело веры, как и другие дела, которые бы мы не делали. Все познается на практике. Теоретически воспринять все довольно-таки сложно, и чему-либо, тем более, из только теории научиться. Мы видим, что Ной ходил перед Богом, и растлилась земля, читаем далее. Да, Ной родил трех сыновей, как мы читали в пятой главе, здесь повторяется еще раз, Сима, Хама и Афета. «Но земля растлилась под лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог мною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гафера, отделение сделало в ковчеге, смоли его смолой внутри и снаружи, сделай его так, длина ковчега триста локтей, ширина его пятьдесят локтей, высота его тридцать локтей, и сделай отверстие в ковчеге в локоть, сведи его сверху, и дверь в ковчег сделай сбоку, устрою в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истрепить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами, все, что есть на земле, лишится жизни. Я бы хотел обратить внимание на 17 стих, потому как мы еще с ним встретимся и в 7 главе с этим утверждением, что все, что имело дыхание жизни на земле, было уничтожено. Есть некоторые люди, которые читают священное писание и говорят, ну, это просто тогда было такое представление у древних людей, была уничтожена водами потопа только Палестина или там Месопотамия, где находились тогда, но и первые люди населяли землю. Нет, священное писание говорит о том, что все, что имело дыхание жизни, на земле умерло. Ну, можно и немного зайти вперед. 7 глава, смотрите, 21 стих. «И лишилось жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, все гады, полыше по земле, все люди. Все, что имело 22 стих, все, что имело дыхание, духа, жизни, в назрях своих на суше, умерло». 23. «Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человеков до скота, и гадов, и птиц небесных. Все истребилось земли, осталось только ной, и что было с ним в ковчеге». То есть мы видим, такая форма изложения, она часто используется и в том числе и бытописателем Моисеем, что это называется силологизм, для того, чтобы убедить человека, что было именно так, было полное уничтожение всего, что есть на земле. Сегодня мы действительно можем найти этому подтверждение. Например, мы будем еще говорить об изменении климата на земле. Ну, например, где-то на северном поле Сельмонтарктиде там находит мамонтенка, который вот жевал-жевал цветок, и он у него так во рту остался, но не успел даже доживать. То есть погибель пришла быстро и внезапно. А Господь Иисус Христос, между прочим, в 24 главе Евангелия от Матфея так и говорит, как в дни Ноя люди ели, пили, гуляли, женились и веселились, и внезапно пришел конец, так и будет и в последние дни, как было перед потопом. Мы знаем, что было первое пришествие Христа, будет и второе пришествие Христа, когда он уже не придет, как просто богомладенец, а придет для того, чтобы мир судить, и одних, кто был с ним, поставить по правую сторону, а других, кто сам отверг его в этой жизни, поставить по левую сторону, для одних, для вечной жизни с ним, других на вечную погибель. Итак, что еще интересно здесь, в 6 главе, что сказано о смоле, ковчег себе снутри и снаружи. Вот отцы церкви, Александрийская, Олигорическая школа, не хотели видеть ни в каких мелких деталях, что-то даже лишнее. Они говорят, что смола, например, Климат Александрийский пишет, свидетель, что смола, которая была сверху, это та смола, тот огонь, смола всегда ассоциируется с огнем, который бережется Господом, те, которые не войдут в церковь и будут пренебрегать Словом Божиим, а которая внутри, это для тех, которые как бы в церкви, но на самом деле ведут себя так, как захожане, то есть не принимают все, что есть в церкви, и к церкви относятся как-то прохладно или лицемерно. Вот для них готовится эта смола, которая внутри. Как Иоанн Кронштадтский преподобный, например, пишет в своем письме одному своему духовному чаду, даже с неким предостережением и такой угрозой для того, чтобы врачевать как-то. Он говорит, ты причащаешься здесь на земле, но на небе ты не причащаешься. Как ты подходишь к святому причастию? Апостол Павел, между прочим, об этом так и говорит. Кто не рассуждает о теле и крови Христовым, тот причащается себе в осуждение. Некоторые, говорит, из вас болеют, а другие даже умирают. Поэтому вот это... А ковчег, почему именно смола снаружи для внешних, а смола внутри для внутренних? Ковчег — это прообраз церкви. Как тогда был один ковчег, те, кто войдут в него, те спасутся, но не все, кто вошли через таинство, если они будут пренебрегать церквю, спасутся, как вот, например, сегодня люди крестятся, покрестился, а в церковь ходить перестал. Я всегда спрашиваю, а какой смысл в таком крещении? Это все равно, как человек, например, поступил в университет, а ходить не стал. Вечный абитуриент. Ну и будет ли какой-то толк от такого поступления, получит ли он диплом, который ожидает? Некоторые говорят, когда с молодежью разговариваешь, они говорят, ну, можно, можно купить. Ну, может быть, на земле этот диплом можно купить, но Царствие Божие не купишь. Бог, Царствие Божие, сказано, усилием берется, и прилагающие усилия восхищают его. Здесь с Богом такие игры не пройдут, как они проходят, например, может быть, в каком-то университете с людьми, которые занимаются такой нечистоплотностью, продавая эти дипломы. Поэтому, действительно, сказано еще интересно, то есть Ковчег — это прообраз церкви. Что еще интересного? Что есть отверстие сверху было, отверстие сбоку. Тоже Климит Александрийский, святитель, пишет, что отверстие сверху — это как мы молимся на литургии Богу. То есть это молитва человека и церкви по отношению к Богу. А сбоку, это дверь, которая была, это молитва, как мы молимся на литургии из-за всех и за вся. То есть за внешних, а сверху отверстие — это молитва Богу. Далее, размеры, интересно, тоже Ковчега. Они были в длину, Ковчег составлял более 130 метров, в ширину 25 или 28 метров и в высоту 15 метров. То есть это достаточно было такое большое сооружение, в котором были разные отделения для разных, для насекомых, для животных, тех, которых взял к себе в Ковчег Ной. И действительно, многие говорят, что до двух миллионов можно там было насекомых, и разных видов зверей там не одна сотня могла быть. Ну, а те, когда люди спрашивают, а куда делись мамонты, надо сказать, что мамонты погибли после потопа. Не всех животных Ной взял себе в Ковчег. Опять же, это было по промыслу Божию. Почему не всех, которые населяли допотопный мир? По той причине, что промыслом Божьим Ной знал, что эти животные были уготовлены Богом для уже погибели, потому как климат изменится на земле после потопа. Ну, это все подробно мы с вами увидим в следующей седьмой главе. Сейчас хотелось бы только завершить словами то, что сделал Ной все, как повелел ему Бог, так и сделал. Очень важные слова для нас. Делать все так, как нам повелевает Бог. Иногда, может быть, даже и не рассуждая, почему я должен исполнять ту или иную заповедь, но мы видим, что в этом спасение, в этом упование и вера человека по отношению к Богу. Все же остальное, как мы увидим в дальнейшем, если человек не слышит Бога, не слышит, не читает Божественного Откровения, через которое Бог открывает нам себя, то с ним могут произойти печальные события, опять же скажу, не потому, что Бог злой или он как-то гневается на человека, а потому, как сам человек делает такой выбор, либо ему быть с Богом, либо нет. Как сказано в книге пророка Еремии, человек, зачем тебе умирать? Приди ко мне и живи, и наследуй жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok